Я думаю, можно начинать. Меня зовут Олайс Петрив. Я работаю в компании Vida Gorillas. Мы базируемся в Киеве и в Лос-Анджелесе. Мы занимаемся разного рода задачами с компьютерным зрением, Natural Language Processing и разные другие плюшечки с данными. Сегодня я буду рассказывать не про рабочие наши проекты, а про то, чем я занимаюсь на выходных. Прошу прощения, русский не мой родной язык, так что могут быть очень странные словосочетания. Несколько последних лет некоторые задачи, над которыми мы работали, были в сфере Natural Language Processing. Одна из задач была детектить political sentiment analysis, то есть понимать политическую тональность в комментариях, например, в предвыборной гонке в Соединенных Штатах. И в процессе работы над этой задачей очень заинтересовался некими подходами к решению Natural Language Processing проблем. Я думаю, все знают, что в задачах NLP в последнее время очень модно, стильно, молодежно использовать векторные репрезентации слов. И в процессе работы с векторными репрезентациями слов получились некие прикольные эксперименты. И вот про них я расскажу. Мне всегда были интересны странные вопросы, например, как выглядит язык визуально. Вот язык — это некий N-мерный граф, структура которого задает паттерн того, как человеческий мозг обрабатывает информацию, что где хранит, что с чем связывает, а что нет. И вот, чтобы решить эту задачу и посмотреть, как может выглядеть язык, я провел несколько экспериментов. В чем, собственно, идея? Идея создать репрезентативные модели языка, найти методы уменьшения размерности векторных репрезентаций каждого слова. Я немного более детально расскажу, что такое векторная репрезентация слов, если для кого-то это новые. И глянуть на структуру языка. И не просто глянуть на язык как на статическую модель, отследить паттерны того, как понятия меняют свой смысл во времени, поскольку слова и их смысл меняются со временем. И то, что называли словом «бот» сейчас, например, 5-10 лет тому назад в умах людей возникали совсем другие ассоциации. Если, например, 10 лет тому назад сказать кому-то там «бот», все подумают, наверное, «кантер-страйк», что-то такое. Сейчас это, возможно, чат-боты, поскольку есть тренды и так далее. Но это очень коротковременные паттерны. Слова и кластеры слов меняют свое значение даже очень плавно, но очень сильно на большом промежутке времени. И мне было интересно глянуть, как они это делают. Вот что мы реально знаем. с разных эмпирических данных. И если копнуть в лингвистику, мы знаем, что смысл слова мы можем понять, если мы знаем соседей этого слова. то есть, построив карту соседей слов, имея некую метрику отдаленности слов, чтобы мы могли точно сказать, что это слово ближе к слову стульчик, а это далее к слову стульчик. мы можем создать граф структуры всего языка. Что мы имеем? Сейчас, слава богу, есть интернет и огромное, огромнейшее количество данных есть в виде текста, обработанного, необработанного. какие известные есть датасеты, которые можно использовать. Например, google ngrams, в которой, если его весь скачать, я думаю, что весь google ngrams даже нереально скачать на один носитель, там терабайты и терабайты ngrams, напаршенных с разных источников, это книги, статьи и т.д. ngrams, даже поскольку в ngrams это просто наборы слов, которые вместе часто встречаются, то есть 3 граммы это комбинации из трех слов, которые часто встречаются, там 5 граммы из 5 слов и т.д. и т.д. Слова встречаются в языке неравномерно распределенно, то есть некие слова встречаются с одними соседями чаще, некие встречаются с соседями реже. И я не буду вдаваться очень сильно во все, что стоит за такими подходами, как word to web, но идея очень проста. Имея статистику распределения слов, то есть зная, какие слова с какими часто встречаются, а с какими редко, мы можем сконструировать векторные репрезентации, например, используя очень простенькие нейросети на задачи прогнозирования соседа слова или на задачи прогнозирования центрального слова по его соседям. Например, я буду сейчас говорить несколько слов, и вы поймете, про какое центральное слово я имею в виду. например, супербыстрый, с видеокартой, с экраном, портативный, мобильный Asus. Я думаю, очевидно. Вот фактически такую же задачу нахождения слова на ладобук по его соседях решает нейросеть. Если мы возьмем очень большой массив текста, сделаем некий словарь топовых слов, каждому слову присвоим некий айдишник, будем рассматривать все предложения к последовательности айдишников и смотреть на предложение с неким окном, например, в пять соседей. Рассматривание, вот проходим с таким окошком и, например, хотим спрогнозовать, какое слово центральное по соседям. Или наоборот, имея одно конкретное слово, спрогнозировать с максимальной вероятностью, какие слова рядом будут возле него находиться. И вот, тренируя сеть на очень-очень больших объемах данных, я имею в виду сотни гигабайт текста, мы получаем модель, которая не со 100% вероятностью, но плюс-минус может прогнозировать вероятность слова по его соседям или, наоборот, соседей по слову. Такая модель практической пользы сама по себе не имеет, поскольку, ну окей, она решает задачи прогнозирования соседа и что с того. Но нейросеть имеет очень простую структуру. Это у нас набор наших ID-шников. Некое количество нейронов, так называемый embedding слой, в котором мы проецируем, например, наш словарь из миллиона слов, проецируем, например, на 300 нейронов. Каждому слову будет соответствовать некий паттерн активации этих нейронов и паттерн активации нейронов зависит от набора весов этого слова к каждому нейрону. Этот набор весов – это некий вектор. То есть, например, если у нас 300 нейронов средний уровень, мы фактически обучаем матрицу, и у нас словарь – миллион слов. Мы обучаем матрицу миллион на 300, то есть в результате обучения мы получаем миллион трехсотмерных векторов. Вот, если их вот так вот 250 тысяч взять и вот так посмотреть, ну вот будет такая непонятная штука. Окей, ну и обучили, можно даже вот нарисовать и что с того. А вот в векторах, многомерных векторах, есть очень специфичные особенности. Например, что мы можем делать с векторами? Мы можем, например, померить их длину. Мы можем взять два вектора и посмотреть, какой угол между ними. Возьмем просто тот факт, что мы можем мерить углы между векторами. Каждый вектор, который соответствует слову – это некое направление с некой длиной, и между словами мы можем мерить углы. это очень известная картинка. Имея возможность просто мерить углы между векторами, добавлять, отнимать вектора, мы можем в пространстве, которое мы сконструировали, проанализировал текстовый некий датасет, можем делать математические операции над словами. То есть, если мы возьмем вектор слова «woman» и вектор слова «man», отнимем второй от первого, мы получим еще некий вектор. Если мы этот вектор, это направление добавим к слову «king», мы получим финальный вектор, который проецируется очень близко к точке, куда проецируется слово «queen». Параллельные гиперпрямые в этом нмерном пространстве соответствуют очень часто тому, что мы называем аналогией. также в этом пространстве, если между словами есть скрытая mapping закономерность, например, страна и столица этой страны. В каждой стране соответствует одна столица. тогда в векторном пространстве название столиц и название стран будут выровнены один относительно второго. То есть, зная, что Рим – это столица Италии, мы можем отнять от первого вектора второй, получить направление. И если это направление мы добавим к слову «франция», мы получим точку, где находится Париж. просто имея вот граф слов. В позициях слов в этом пространстве закодированы, кроме того, что там закодированы вероятностные распределения того, как используются слова, также там закодировано очень большое количество знаний, поскольку люди организовывают язык так, чтобы можно было максимально оперативно и легко доступаться к данным, которые общно известны. Если мы возьмем все слова и посмотрим на матрицу расстояния, то есть померяем углы между всеми парами слов, мы увидим вот такую картинку. касаемо расстояния – это фактически метрика подобности между векторами. Это тот же угол, только минус два. Если мы посмотрим на распределение касаемо расстояния между векторами, мы увидим, что фактически большинство слов относительно каждого находится практически ортогонально, то есть под очень независимым углом. И очень небольшое количество слов есть с соседями. слово, то есть близко проецируется. Это значит, что наше пространство, которое мы спроецировали, оно гранулированное, то есть имеет большое количество локальных кластеров, которые плавно переходят с одного в другого. То есть это не некая N-мерная сфера, это не N-мерный куб, это очень сложный граф, в котором очень большое количество кластеров, сильно отделенных от других слов. Да, если, ну эта картинка к тому, что я рассказывал, что фактически, если мы возьмем и там сделаем кейминск кластеризацию или любую другую над векторами слов, мы получим кластеры, которые объединены неким смыслом. И слова во времени, если мы будем смотреть на то, что я потом покажу, динамические векторные модели языка, мы увидим, что слова меняются, они постоянно во времени меняют немного свои координаты, но движутся они не хаотично и независимо один относительно другого, а кластерами, поскольку изменение расстояний к соседним словам очень сильно меняет смысл слова. но большое количество локальных изменений в кластере приводит к тому, что весь кластер может плавно двигаться в неком направлении и никто этого не заметит, поскольку локальный набор соседей слов остается тот же. И только когда кластеры слов во времени сближаются с другими и возникают новые связи, только тогда мы помещаем, что вот в этого слова появился новый смысл. Да, вот если взять векторную модель языка, там трехсотмерную, например, например, натренированную на Википедии, можно взять любой плюс-минус большой датасет текстовый, создать трехсотмерную модель, потом использовать один из методов уменьшения размерности. Здесь, в этом варианте, вот вы видите такую картинку, это результат работы large-vis, метода уменьшения размерности, который использует последовательно несколько алгоритмов. одной алгоритм, так называемый, и два этапа из работы алгоритма TSNE. Я не буду вдаваться очень сильно в то, как именно работает, например, алгоритм TSNE, это очень известная информация, если интересно, можно копнуть глубже. Но задача, которую решается, есть некий трехсотмерный граф. Его надо спроецировать во много раз менее размерные пространства, таким образом, чтобы потерять минимальное количество информации. Всегда, если мы будем некий N-мерный объект проецировать в меньшее пространство, мы будем терять некую информацию, но в зависимости от финальной цели, мы можем выбирать, какую именно информацию мы будем терять, а какую мы хотим сохранить с минимальными искажениями. Если смысл слова энкодится его соседями, мы хотим во время уменьшения размерности с минимальной ошибкой сохранить локальные расстояния между словами. Но если мы будем делать уменьшение размерности для сохранения локальных расстояний между соседними словами, мы можем потерять информацию про макро-структуру всего графа. То есть локальные кластеры будут очень четко спроецированы, но позиции самих кластеров относительно всех других могут быть очень сильно искаженными. Алгоритм LargeVis, поскольку во время оптимизации графа конструируется сразу несколько деревьев ближайших соседей и во время оптимизации графа в трехмерном пространстве, мы сохраняем информацию про макро-структуру графа, а потом в каждом из кластеров отдельно, когда мы уже имеем понимание того, где какие кластеры относительно других находятся, в этих кластерах мы подправляем координаты векторов таким образом, чтобы сохранить локальные расстояния между словами. Да, если взять и вспомнить, какую, собственно, задачу с самого начала хотели решить, не просто создать векторные модели языка, а посмотреть на то, как значения слов меняются во времени. Значит, нам надо большое количество данных за большое количество в временных отрезков. Вот первый вариант – это Google ngram. Первый вариант – это Google ngram, но мы получим модель языка, книг, поскольку очень большое количество ngram в Google ngram базировано на книгах, и такой язык не совсем разговорный. А вот где мы можем найти большое количество разговорного языка за очень большой промежуток времени? Ну, хотя бы несколько десятков лет. В 50-х годах на Facebook мало общались, и Facebook тоже не разговорный язык. Есть такая вещь, называется open subtitles. Это все субтитры фактически всех фильмов, которые когда-либо были сняты вот с начала 20-го века до нынешних дней. Фильмы, сериалы и так далее. В фильмах в основном диалоги… Да, в фильмах есть нюансы. Это не идеальный разговорный язык, но в фильмах актеры пытаются разговаривать максимально приближенно к, ну вот плюс-минус, к тому, как люди общаются. И даже если они говорят виртуальные вещи, которые не совсем коррелируют с тем, что в реальном мире… с тем, что в реальном мире, то они говорят таким образом, как они говорят один с другим вот в реале. и это такая себе максимально приближенная к разговорному языку база, в которой очень четко мы знаем, какого года это фильм. И вот если посмотреть по количеству фильмов, вот будет у нас такое распределение. мы берем фильмы, например, с 50-го по 55-й, потом делаем небольшой датасетик, потом с 51-го по 56-й и так далее. Вот с неким окном в пять лет создаем на каждый год датасет. Создаем векторную модель языка. Оригинальные вектора нам не интересны. Нам интересна матрица расстояний между словами. мы с этой векторной репрезентацией получаем матрицу расстояний, делаем уменьшение размерности до трех измерений. Почему трех? Поскольку в трех измерениях возможно с минимальным искажением мы можем репрезентовать в разы большее количество топологических конструкций, нежели в двумерном пространстве. В моделях языка, если глянуть на KL-дивергенцию, если мы уменьшаем векторное пространство языка с трехсотмерного к трехмерному, мы теряем плюс-минус столько же информации, сколько мы теряем, когда уменьшаем пространство с трехмерного к двумерному. Иногда даже меньше. То есть трехмерная визуализация сохраняет во много раз больше информации, нежели двумерная. И вот сделали на каждый год уменьшение размерности. Ну, конечно же, просто в лоб TSNE будет каждый раз нам давать немного повернутую модель, поэтому TSNE использует контекст предыдущей модели как базис и модифицирует так, чтобы дофитить к следующему таймфрейму. Получаем набор трехмерных координат и имеем словарь. И тогда можем сделать визуализацию. Берем 3GS. Я думаю, уже все слышали. Это очень классный фреймворк для WebGL, где на простеньком JavaScript можно очень высокоуровнево писать 3D в браузере. Поднимаем на Tornado небольшой сервер, который нам будет выдавать оригинальные вектора, если нам надо, на клиент. Подтюниваем несколько демок, стандартных демок с 3GS и получаем что-то вроде этого. модель английского языка в интервале с 50-го года по 2016 натренирован на Open Subtitles. Каждая точечка – вот кластер слов. И вот мы можем глянуть, как во времени кластеры мигрируют между собой. Само собой, на макро уровне движение, позиции слов в уменьшенной размерности не есть абсолютно точными. Поэтому, если мы хотим иметь данные по некому конкретному слову… Вот, например, возьмем слово mobile. Мобайл. Вот у всех… Вот какие ассоциации к слову mobile? Ну там, телефон, что-то… Ноут. Да, вот. Возьмем слово mobile и глянем, какие бы ассоциации были к слову mobile, например, в 60-х годах. А, да. Еще мы можем использовать цвет. Поскольку мы сейчас смотрим на модель с искажением и относительно отдельного слова, позиции других слов не есть полностью репрезентативными. Поэтому, если ввожу слово mobile, по каждой модели в оригинальном трехсотмерном пространстве я сортирую все слова по расстоянию и получаю карту расстояния к этому слову. Это мы можем намепить на цвет. И чем теплее цвет, тем ближе в оригинальном пространстве находится слово к искомому. Вот, например, возьмем 65-й год. Вот слово mobile и ассоциативные соседи. Division, Cavalry, Combat, Military, Petrol и так далее. И вот можем посмотреть, как со временем слово mobile немножко мигрирует. До 90-х годов слово mobile тусовалось в кластере Military Slow. Вот четко, 92-й год, очень резко слово mobile меняет кластер соседей и вот phone number operator 911. Ну и по каждому слову так мы можем глянуть траекторию. Ну, это не есть объективная репрезентация того, как выглядел язык, но с такими визуализациями возникает интуиция того, что происходит. И можно так подэбажить слова. Также я был, вот, я с Украины и вот я взял еще напарсил все новости с 2007 по 2016 год в Украине. Да, никаких политических оливара не будет, но... И создал модель на этот интервал времени, но анализируя новости. Это не совсем разговорный язык, это модель того, как в новостях на русском языке писали в украинском инфопространстве. И вот один из примеров. В пространстве слов очень-очень сильно и быстро движутся фамилии. Поскольку фамилии привязаны к реальным людям и некие резкие действия реального человека приводят к тому, что ассоциативные соседи очень резко меняются в коллективном, подсознательном. Возьмем, например, вот, я думаю, вы знаете такого дядька или слышали. Вот, 2009 год. Сейчас. Вот был такой боксер. Кличко. Да, титул, бой, поединок, финал, там, вот, чемпион. Прекрасные ассоциативные соседи, правда? Кстати, гляньте, как рядом цифры, числа выстроились в ряд, поскольку дефиниции числа это его соседи. Больший сосед и меньший сосед. В результате получается некая прямая. Так вот, и вот в 2012 году в Украине начались парламентские выборы. И... Рядом слово баллотироваться. И Шевченко, футболист, тоже баллотировался. Но не прошел там никуда. Вот. Ну и Кличко попадает в такую себе компанию. В каждой стране есть такая компания. И там же и остался. И можно посмотреть, как... Так, ну я думаю, этого примера будет достаточно. Если кому-то интересно, линки там будут, можно поиграться. В этом бонус 3GS визуализация, поскольку можно поднять в вебе и... Не надо ничего сетапить. Да. Вот. Это такая динамическая модель. В такой трехмерной визуализации можно увидеть некие закономерности. Потом, если нам интересна точность, мы можем взять соответствующие трехсотмерные вектора и уже очень точно посмотреть, насколько, с какими, под какими углами мигрировали. Но когда мы имеем визуальную интуицию, нам в 100 миллионов раз проще увидеть некий инсайт, что происходит. Также мне стало интересно, кроме просто сферических слов в вакууме, стало интересно, как может выглядеть Википедия. И после проекта с Political Sentiment Analysis у меня осталась очень неплохая сеть, которая конвертирует очень большие и небольшие тексты в некие смысловые вектора, по которым можно реконструировать большую долю смысла, который был в тексте. Так называемый concept emblems. Фактически нейросеть читает документ, превращает его в некий вектор, и если, например, мы имеем два документа, в которых говорится про одно и то же, они будут проецироваться в вектора, которые рядом, и по этим векторам можно реконструировать большинство ключевых тем, которые были затронуты в документе. Вот, имеем такую сеть, имеем Википедию, берем Википедию английскую, качаем там топ миллион статей, каждую статью читает сеть, и получаем concept emblems каждой статьи. Сеть была претренирована на датасете с очень большим разбросом тематик, то есть Википедию может покрывать и плюс-минус точно проецировать как статьи про атомы, так и статьи про футболистов. В результате получаем concept emblems статей, но такая модель нам мало даст полезной информации. Окей, мы увидим некое распределение тематик, но мне интересно не только вот как выглядел бы граф Википедии в зависимости от тематик, а мне было интересно как бы выглядел граф Википедии в зависимости от тематик и в зависимости от того как люди читают Википедию. И вот если нам интересно как люди считают Википедию, есть на Wikidata неимоверно крутой датасет, в котором сохранены сессии Википедии. Последовательность, вы зашли на Википедию, прочитали одну статью, перешли по линке, зашли на другую статью и так далее. И есть сессия последовательность айдишников статей. Статьи, которые имеют похожий смысл, будут встречаться рядом и так далее. Фактически каждая статья у нас слово, сессии это предложение, и мы можем использовать word2vec подход к историям серфинга. И таким образом мы получим информацию не только про то, что написано в статье, а то, как человеческое внимание кластеризирует эти статьи, ну и наличие ссылок. Почему использовал именно сессии, а не просто наличие ссылок между статьями? Поскольку, например, есть статья про Элвиса Пресли, и на ней около 200 линок на другие статьи. Но с этих 200 реально люди обращают внимание и ожидают найти некую полезную новую информацию. Там максимум топ 5% из них. И это значит, что такой ассоциативный переход более информативный. Натренировали через нейросеть док2vec энкодер, который нам выдает концепт Embedings. Натренировали word2vec модель на сессиях Википедии. И в каждой статье на Википедии мы имеем два вектора, которые мы просто конкординируем. Делаем dimension reduction, используя large width. И получаем граф того, как выглядит топ миллион статей на Википедии в зависимости от того, что в них написано и как их считают. И выглядит это примерно так. Не знаю, видно или нет. Если будет интересно, есть ссылочка. Большое количество кластеров, очень четко отделенных один от другого, с такими highways между ними. Зонами, где ассоциативные пути между тематиками. Вот интересная зона. Не знаю, видно или нет. Вот такая штука. Это музыка. Все, что связано с музыкой, группами, песнями и так далее. Вот есть ассоциативный центр, вокруг которого кластеризируется все, что повязано с музыкой. И от этого центра, вокруг него, крутятся кластеры. Каждая эта штука, это не одна статья, а это целый кластер статей. И эти микрокластеры, как правило, это кластеры статей, которые объединяют, например, там, некая группа. И статьи про солистов, альбомы, вот, Rolling Stones и так далее. Вот, если отлететь и посмотреть сбоку, вот, получается такая интересная штука, чем-то напоминающая распределение галактик на макро уровне. Ну, кроме того, что это, если глянуть на нормальном экране, это красиво. Это еще дает нам интуицию, ну, кстати, ну, сейчас в динамике этого нет, но вот я на финальном этапе, по созданию динамической такой модели. В основе лежит граф ассоциативной википедии, который есть, на котором запускаются агенты, которые ходят по сессиях, уже известных сессиях. Фактически, ваша сессия серфинга, это некая траектория в этом пространстве. И если заспамнил очень большое количество таких агентов, которые просто проходятся по сессиях, мы получим attention flow. То есть, течение внимания в пространстве информационных паттернов. Во-первых, эта штука тоже динамическая. Сейчас мы видим просто один срез за один год того, как люди считают. Но если делать аналогические срезы на каждый год, мы увидим, что кластеры некие сближаются, некие отдаляются. И когда кластеры сближаются на некое расстояние, вот в треомерном пространстве оно, конечно же, искажено. Но если посмотреть в оригинальном, есть некий N. И если кластеры находятся ближе, чем этот N, то набор статей с каждого кластера формирует перемычку ассоциативную. Кластеры движутся, поскольку, например, есть кластер понятий с математикой, возле него есть кластер того, что повязан с информатикой. И если смотреть во времени, то все паттерны информатики отделились от математики и движутся в неком пространстве. Если посмотреть на движение кластера информатика относительно, например, биологии, то мы увидим, что со временем они сближаются. И когда информационные паттерны сближаются между собой в ассоциативном пространстве ближе, чем некоторые ассоциативные расстояния, возникает вероятность того, что у кого-то или когда-то возникнет ассоциация или концепт, который проецируется где-то между ними, в разы больше. Почему? Поскольку наш мозг все время имеет ограниченное внимание. И мы не можем рассредотачивать внимание на очень отдаленных участках ассоциативных. И даже если можем, ненадолго. Это приводит к тому, что если на коллективном уровне, я имею в виду на уровне того, как мы разговариваем, какие паттерны мы видим в фейсбуке рядом, по телевизору, на улице и так далее. Это приводит к тому, что на уровне нашего нейрокортекса некие паттерны структуризируются более рядом. И вероятность нахождения аналогии между паттернами, которые рядом, в миллионы раз больше, чем вероятность нахождения аналогии между паттернами, которые вообще на разных континентах этого графа. Это приводит к тому, что когда информатика и биология на уровне коллективного, бессознательного или просто эмпирического всего, что существует и меняется, сближаются ассоциативно ближе, чем некоторые N, то вероятность того, что у некого человека, который, например, занимается биологией, проскочит ассоциацией, что этот код работает очень похоже на то, как работает ДНК. Или, например, или наоборот. Это приводит к тому, что накопленные знания в одной сфере могут быть спроецированы в другую сферу. И, как правило, когда мы видим такое, как правило, возникает некая инновация. Если мы посмотрим, большинство инноваций возникают на стыке разных дисциплин и порождают эти перемычки, которые могут быть просто перемычкой, которые держат два кластера относительно друг друга, чтобы они не сближались более. Или наоборот может возникнуть новый кластер, как биоинформатика. И отделиться. Вообще в этом пространстве там своя физика. Внимание, как лимитированный ресурс, задает деформацию пространства того, как и где кластеризируются информационные паттерны. Поскольку оно лимитированный, оно в результате получается деформацией пространства, которые очень похожи на гравитационные деформации пространства. Поскольку масса — это тоже лимитированный некий ресурс, который в деформируемом пространстве может увеличивать вероятность искривления пространства в некой зоне. Или просто увеличивать. Поэтому можно провести такую себе аналогию между вниманием и массой и посмотреть на результат, который очень, скажем так, визуально похожий на распределение галактик на макроуровне. Поскольку на макроуровне, если мы заменим галактики на просто точки, даже если это будут не слова, мы создадим условия, в которых есть лимитированный ресурс, который пытается сохранить направление и притянуться. То, что возникает, когда массивные тела между собой взаимодействуют. То же самое во времени мы видим, когда смотрим на то, как поводятся информационные паттерны. Если кому-то интересно, линки на эти штуки, можно там посмотреть, поиграться. На этом экране не очень хорошо было видно там некие мелкие детали. Но я думаю, там поиграйтесь, посмотрите, будет более детально. Кстати, эта же штука, если у кого-то есть HTC Vive, эта же штука я сделал для Vive, и когда это виртуальная реальность, и вы еще по этому летаете, это в сто раз круче. Так что, если интересно, можно написать на Facebook, я сброшу экзешник, в котором можно, или куда-то выкладываю, в котором можно поиграться. Да. Все, спасибо.